Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на сегодняшний выпуск программы «Иисус Целитель» На этом собрании мы посвятили время тому, чтобы духом послужить тем членам церкви, у которых есть определенные нужды. В 12 главе 1 послания Коринфянам говорится о девяти проявлениях духа, среди которых есть слово «знание», то есть откровение о ситуации в прошлом или настоящем, и слово «мудрости», откровение о чем-то, что произойдет в будущем. Но в этом месте Писания также говорится о дарах исцелений и о чудотворениях. На служении, которое вы увидите в сегодняшнем выпуске, мне было дано послужить духом в различных исцелениях, которые я называла духом для людей, присутствовавших на собрании и конкретно в этом нуждавшихся. Я бы хотела ободрить вас. Дух Божий служил исцелением разным людям с физическими нуждами в теле. И несмотря на то, что вы не присутствовали на этом служении, если вы высвободите свою веру, услышав название болезни, относящиеся к вашей физической нужде, если вы высвободите свою веру прямо там, где вы есть, дух Божий послужит исцелением вам. Вам не обязательно было присутствовать на этом служении, чтобы это получить. Каждый может это получить, если высвободит свою веру. Поэтому я призываю вас, когда вы будете смотреть сегодняшний выпуск, не просто говорить «это хорошо для тех, кто присутствовал». Эти слова исполнятся для любого, кто высвободит свою веру в них. И я хочу ободрить вас. Вы можете сказать «Отец, у меня есть эта нужда, и я высвобождаю свою веру». Пастор провозгласил исцеление этого заболевания или того заболевания. И я высвобождаю веру, чтобы получить свое исцеление. И я хочу, чтобы вы знали, что сила Божья выходит навстречу вере. Потому я призываю вас, высвободите свою веру при просмотре сегодняшнего выпуска. Мы верим вместе с вами, что исцеляющая сила Божья будет действовать в вашем теле. Бог да благословит вас. Дух Святой, мы признаем Тебя на этом месте. Мы признаем Твое движение, Твое явление. И мы говорим «мы этого желаем». Мы жаждем. Мы жаждем этого. Мы жаждем этого. Позвольте мне сказать. Когда Папа Хеггин был у нас в 2003 году, будучи в гостевой комнате, он сказал нам, «Дары Духа не проявляются из-за того, что люди молятся о них. Дары Духа проявляются, когда люди их жаждут». Поэтому нужно учить людей жаждать их. И в первом стихе 12 главы 1 послания Коринфянам сказано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных или о духовных вещах. Невежество препятствует им двигаться. Невежество сдерживает Духа Святого в том, как Он хочет проявиться». Итак, нам необходимо сделать две вещи. Жаждать и избавиться от невежества. Аминь. Потому что вы можете молиться и молиться и молиться, но если вы все еще в невежестве, вы не будете способны сотрудничать с тем, как Он хочет проявиться. Вы можете молиться и молиться и молиться, но если люди этого не хотят... Часто люди представляют себе дары Духа так, «У тебя будет новая машина на следующей неделе, у тебя будет новая работа, у тебя будет новый дом». Но я стояла перед людьми, и Бог говорил, «Если вы не перестанете жить в нечистоте, вы окажетесь на духовной помойке». Видите, это на пользу. Мы говорим, что мы хотим дары Духа. Но мы должны осознавать, что иногда дары Духа вносят исправление, чтобы мы были способны получить пользу. Аминь. Поэтому, когда мы говорим, что мы жаждем, мы должны жаждать всего... Всего, что у Него есть для нас. А не только того, что легко слышать. Потому что, поймите, Он не пытается никому причинить боль, но Ему нужно всех нас привести к тому, чтобы мы могли по-настоящему войти в изобилие, в жизнь в избытке, которую Он приготовил для нас. И иногда есть поправки и исправления. И нам нужно сказать, «Я жажду этого. Я жажду этого. Я хочу жить правильно. Я хочу жить правильно». Аминь. А это значит, что, когда кто-то меня исправляет, я отвечаю, «Спасибо, что помогли мне». И служителям нужно осознать, что если Бог говорит нам что-то, содержащее исправление, в виде слова знания или слова мудрости, нам нужно обновить свой ум и сказать, «Это поможет этому человеку». Даже если он не осознает этого, я осознаю, что это божественная помощь. И я не пойду на попятную. Конечно, должна быть мудрость в том, как это преподнести, когда это преподнести, каким образом. Разумеется, потому что Дух Святой не позорит людей. Его цель – не застыдить людей. Но представьте, если мы только Его послушаемся, насколько огромной будет польза для многих из нас и тела Христа и мира от нашего послушания. Аминь. Иисус, мы так благодарны. Ты такой чудесный целитель. Мы благодарим Тебя за силу исцеления. Мы благодарим Тебя за то, что дары исцелений являются на пользу, во благо, в помощь тем, кто в этом нуждается. Мы относимся с почтением к этому потоку проявлений. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. У кого проблемы с коленями, быстро поднимите руку там, где вы находитесь. У кого проблемы с коленями, поднимите руку высоко. Я хочу увидеть, сколько вас. И прямо там, где вы есть, высвободите свою веру. Нужно не только, чтобы Дух делал что-то, но также и чтобы мы высвободили свою веру. Итак, я говорю этим коленям, будьте исцелены во имя Иисуса. Вся боль, вся скованность, всякое затруднение, все, что не так, как надо, да будет исцелено, все да придет в норму, да встанет на место, да действует как должно, да работает и будет здоровым во имя Иисуса. И прямо на своем месте подвигайте коленями вверх-вниз. Можете встать на цыпочки или поднять согнутые ноги вверх или попрыгать. Главное, действуйте, действуйте в этом помазании. Мы не проверяем, сработало ли. Мы действуем в помазании. Аминь. Мы действуем. Мы действуем. Вера – это действие. Аминь. И Папа Хеггин говорил, чем больше вы что-то делаете, тем больше вы способны это делать. Аминь. Мы благодарим Тебя, Отец. У кого проблемы вот тут, в пояснице? Мне кажется, что больше с правой стороны. Но у вас проблемы в пояснице. Поднимите руку высоко. Вот здесь. Поднимите руку высоко, чтобы я вас видела. Аллилуйя. Высвободите свою веру прямо сейчас. Прямо сейчас. Я говорю этим спинам. Будьте исцелены во имя Иисуса. Вся неподвижность, вся боль, вся зажатость, все затруднения, все воспаление. Уходите во имя Иисуса. И прямо на своем месте подвигайтесь. Подвигайтесь. Действуйте в этом помазании. Подвигайтесь из стороны в сторону. Покрутитесь. Делайте все, что нужно. Действуйте в этом помазании. У кого-то сейчас исцеляется ухо. Кто это? Поднимите руку прямо сейчас. Если вам нужно исцеление уха, примите это. Высвободите свою веру. Скажите, я беру это, я беру это, я принимаю это, это мое, это мое. Я говорю ушам, откройтесь, исцелитесь, действуйте как следует. Вся боль, уйди. Всякая потеря слуха, уйди. Будьте свободны во имя Иисуса. Мы благодарим тебя за это, Отец. Мы благодарим тебя за это, Отец. У кого-то головная боль и такое ощущение, что боль находится прямо за глазами. Я не знаю, связано ли это с глазным давлением или с чем-то другим, но у вас боль за глазами. Кто это? Поднимите руку. Вот здесь. Поднимите руку высоко, чтобы я вас видела. Я говорю этим глазам, будьте исцелены во имя Иисуса. Вся боль. Оставь их тела прямо сейчас. Во имя Иисуса. Мы благодарим тебя за это, Отец. Мы благодарим тебя за это, Отец. У кого-то постоянные проблемы на задней стенке горла. Я не знаю, инфекция ли это, или что-то с мышцами, но это задняя стенка горла. У вас там какие-то проблемы. Совсем сзади. Кто это? Поднимите руку. Вот здесь. Несколько здесь. Вот здесь. Я говорю каждому горлу, будь исцелено во имя Иисуса. Все эти проблемы, оставьте их тела во имя Иисуса. Теперь просто примите это верой. Скажите, я принимаю это. Спасибо тебе за это, Отец. 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 Просто поднимите руки и поклоняйтесь Ему. Мы благодарим тебя за это, Отец. Мы благодарим тебя за это, Отец. Мы благодарим тебя за это, Отец. Я получила слово, и я понимаю, что многие люди могут отнести его к себе в какой-то мере Это слово «зажатость», но настолько, что вы практически неподвижны Настолько сильная зажатость, я не знаю, в спине ли это или в суставах Я просто получила слово «зажатость», и мне кажется, что она кардинально влияет на ваше тело Кому это относится? Это практически делает вас неподвижными временами Вот здесь, да, несколько человек Я говорю этим телам, будьте исцелены Все эти затруднения, полностью оставьте их тела во имя Иисуса Оставьте их тела прямо сейчас во имя Иисуса Мы благодарим тебя за исцеление, Иисус Теперь подвигайте этой частью тела Сделайте что-то, сделайте что-то, что ваше тело говорило, что вы не можете делать Сделайте это Чем больше вы будете это делать, тем больше вы будете способны это делать Действуйте в этом помазании Мы благодарим тебя, Отец, подвигайтесь, подвигайтесь Аллилуйя, аллилуйя Мы благодарим тебя, Отец У кого-то что-то в основании черепа Я не знаю, смещение ли это Я не знаю четко, в чем именно проблема Но она в основании черепа И она вас очень беспокоит Поднимите руку, если это вы Мы благодарим тебя, Отец Я говорю этому затруднению Полностью оставь их во имя Иисуса Боль, зажатость, все, что не так, как надо Да исцелится во имя Иисуса Мы благодарим тебя за это, Отец Мы благодарим тебя за это, Отец Мы благодарим тебя за это, Отец Женщины, которые обнаружили комки или опухоли в груди Поднимите руку Злокачественная или нет Любая опухоль, любой комок Есть исцеление для вас сейчас Сила исцеления действует прямо сейчас Просто прострите руку и примите ее Я говорю этим комкам, этим опухолям Засохните на корню во имя Иисуса Во имя Иисуса оставьте их Я благодарю тебя, Отец Я не знаю правильной терминологии Но что-то, связанное с мочевым пузырем Он не на месте Он находится не там, где надо. Я не знаю, называют ли это опущенным мочевым пузырем или как. Он просто не на правильном месте. Просто поднимите руку и примите. Бог знает, как это исправить. Он знает, как это исправить. Просто прострите руку и примите это. Я говорю внутренним органам. Я говорю мочевому пузырю. Будь точно таким, каким должен быть. Будь исцелен во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за это, Отец. Мы благодарим Тебя за это, Отец. Морган, другой микрофон близко, я не знаю, где он. Спасибо. Спасибо. Пастор Дебби, вы получили что-то. Может, вы еще не знаете, но выйдите сюда и вы поймете. Называйте то, что у Бога есть для кого-то. Просто поднимите руки и поклоняйтесь Господу. Мы благодарим Тебя, Иисус. Кто-то страдает от глубокой депрессии. Вы очень сильно подавлены, угнетены. Поднимите свою руку, если это вы. Тут нечего стыдиться. Это реально. Пригласите их выйти и возложите на них руки. Выходите, я возложу на вас руки. Если вы страдаете от депрессии. Если с вами никогда такого не было, поймите, это совсем не весело. Спасибо, Отец. Я прославляю Тебя. Я возвеличиваю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Я прославляю Тебя. Я возвеличиваю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободна во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Пастор Билл, вы могли бы подойти сюда? Я не скажу вам ничего такого, чего вы не знаете, но на вас такое сильное помазание, особенно, когда вы выезжаете за границу. Но то, что вы переживаете сейчас, возрастет. И это повлияет на многих. Отец, я прославляю Тебя, и я возвеличиваю Тебя за увеличение помазания. Спасибо, Отец. Спасибо за это, Отец. Это все? Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы превозносим. Мы превозносим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе. Мы возвеличиваем Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Иисус. Просто поднимите руки и поклоняйтесь Ему. Да, пожалуйста. Есть ли здесь кто-то, у кого проблема с носовыми пазухами, и у вас головокружение? Я не знаю, испытывали ли вы такое, когда пазухи заложены, это влияет на ваше равновесие, и вы начинаете ощущать головокружение. Есть ли здесь кто-то с такой проблемой? Придите, я возложу на вас руки. Сегодня, когда мы собирались выезжать сюда, мы уже одевались, и внезапно я как будто начала терять равновесие. И мне ценно то, что сказала пастор Нэнси. Даже если вы нехорошо себя чувствуете, просто придите. Вы попадете в помазание, и все это просто уйдет. Но Дух Божий напомнил мне об этом. И брат Хеги научил нас этому. Иногда вы просто начинаете чувствовать что-то, и у вас самих проявляются симптомы. Все это да уйдет во имя Иисуса. 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 Аллилуйя! Слава Господу! Давайте поднимем руки и поблагодарим Его. Иисус, мы благодарим Тебя! Мы благодарим Тебя! Аллилуйя! Мы славим Тебя, Господь! Ааа, мы славим Тебя, Господь! Все легко для Бога. Все, все, все легко для Бога. И когда мы обновляем свой ум, мы перестаем считать что-то сложным. Даже если это сложно для людей, Бог не человек. У Него нет человеческих ограничений. Все легко для Бога. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Газ, сила Божья действует в Тебе. Мы верим вместе с Тобой. Верим вместе с Тобой, что чудотворная сила действует. Действует, 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 действует. Мы благодарим Тебя. И каждый из вас, кто поднимал сегодня руку по поводу какого-то заболевания, сила Божья работает в вас. Если вы поднимали руку по поводу какого-либо заболевания, чего-либо, что было названо, и вы уже почувствовали изменения, иногда эти изменения заметны быстро, иногда они больше проявляются со временем, но если вы уже видите, что исцелены, или просто есть изменения, поднимите руку высоко, очень-очень высоко. Я хочу, чтобы все оглянулись вокруг. Все посмотрите вокруг. Посмотрите на пользу проявлений Духа Божьего. Аминь. Посмотрите вокруг. Не опускайте руки, держите их высоко, чтобы всем было видно. Мы хотим, чтобы дьявол знал, что мы знаем. Мы знаем, мы знаем, мы знаем. Мы верим, что сегодняшний выпуск был благословением для вас. Но я не хотела бы завершить его, не воспользовавшись возможностью помолиться с вами. Кто-то из зрителей может нуждаться в исцелении тела, кто-то в помощи в финансовой сфере, кому-то нужен мир в разуме, а кому-то нужно родиться свыше. Поэтому я хотела бы посвятить это время тому, чтобы помолиться именно за вас. Если вы говорите, «Я не знаю, пастор Нэнси, рожден ли я свыше?» Я слышал, как вы говорили о рождении свыше, я слышал, как вы говорили о Божьих детях, но я не помню, чтобы что-то подобное произошло со мной. Слово говорит, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Я хочу дать вам такую возможность прямо сейчас. Если вы рождены свыше, вы это знаете. Поэтому если вы говорите, «Я не знаю, рожден ли я свыше», вы можете получить уверенность в этом сегодня. Библия говорит, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Поэтому, когда вы рождены свыше, вы знаете в своем Духе «Я дитя Божье». Если у вас нет такой уверенности, я хочу, чтобы вы помолились вместе со мной. Просто скажите, «Иисус, войди в мое сердце. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Спасителя. Я принимаю очищающую кровь Иисуса. Пусть она моет все мои грехи. Иисус, я называю Тебя моим Господом. Бог, я называю Тебя моим Отцом. И теперь я Дитя Божье». Возможно, вы говорите, «Я только что помолился, чтобы родиться свыше, но мне также нужно исцеление». Кем бы вы ни были, какие бы нужды у вас ни были, я прямо сейчас призываю вас высвободить свою веру. Я хочу помолиться вместе с вами. «Отец, я обращаюсь к каждому телу. И я говорю этим заболеваниям, я говорю симптомам боли, немощи. Оставьте их тела во имя Иисуса. Дьявол, убери свои руки от их тел. Убери свои руки от их умов, от их жизни во имя Иисуса. И я молюсь, чтобы исцеляющая сила Божья вошла в них прямо там, где они находятся, и произвела исцеление, произвела освобождение, произвела свободу в их жизни, в их умах и в их телах. Прямо сейчас во имя Иисуса. И те из вас, у кого была нужда, все, что вам нужно, это сказать «я принимаю это, я беру это прямо сейчас». Я хочу, чтобы вы знали, каждый раз, когда высвобождается вера, сила всегда начинает течь. Чувствуете ли вы это или нет? Сила Божья течет в вас. Когда вы высвобождаете веру и говорите «я беру свое исцеление, я беру свое спасение», я хочу, чтобы вы знали, сила всегда немедленно течет. Бог дал вам легкую часть. Все, что от вас требуется, это сказать «спасибо, Отец, я верю и я принимаю это». Поэтому даже когда закончится этот выпуск, прошу вас, ходя по дому, находясь в машине, посреди своих повседневных дел, просто говорите «Отец, спасибо, что эта сила действует во мне сейчас. Я верю и я принимаю свое исцеление. И я гарантирую вам, сила Божья совершит великую работу в вашей жизни, в вашем теле, в вашем уме, в ваших финансах, в любой вашей нужде». Спасибо, что были с нами. Ждем вас на наших следующих передачах. Бог да благословит вас. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok